Так, ребята, это Маша, я её знаю с 2013 года. По-моему, мы даже в один год с тобой переехали. Мы переехали в январе 2013. Да. Вот, Маша переехала из Москвы, правильно? Да, я переехала из Москвы. Изначально я из Тамбовской области, но со значительной своей жизнью я проживала в Москве. Да, вот, и Маша переехала с мужем и двумя детьми. На второй день она вышла с тридцей людей, и сейчас она полностью независимый парикмахер и предприниматель. И у тебя, по-моему, салон есть или что-то такое, да? Ну, нет, всё прям не так красиво. Ну, почти, да. То есть на второй день по приезду в Австралию... Пусть будет красивее. Хорошо, пусть будет покрасивее. У меня здесь склонность скромничать. Короче, на второй день по приезду в Австралию ко мне пришла клиентка, ну, благодаря моему бывшему мужу, он очень общительный человек, и на форуме GD он общался обо всём, в том числе о том, что у него же на парикмахер. И поэтому люди уже некоторые заинтересовались, и вот сразу пришли, появились клиенты. Ну, с русских клиентов начали, да. С таких же мигрантов, как и мы. Хорошо, а как вы переехали? У тебя муж был основным заявителем? Да, муж был основным заявителем на профессиональную визу, 190, по-моему, сейчас она называется. Профессия у него была, не знаю, как это по-английски звучит, но он занимался управлением и финансами в развитии бизнеса. Ну, какой-то менеджер. То есть эта специальность была в списках на... Да, эта специальность была в списке. Моя специальность тоже была в списке, вот. Но у него был английский, да, был парикмахер, и второе образование у меня педагогическое, оно тоже было в списке, по-моему, даже есть сейчас. О, класс. Но у меня проблемы с английским, поэтому мы решили попробовать с него, и получилось. Слушай, а на парикмахера какой балл был там, не помнишь, для IELTS? Тогда было вообще нормальное IELTS. Вот, по-моему, мой муж давал на 6 баллов даже по менеджеру. И парикмахер, наверное, баллов в 5 или 6 тоже требовался. А, окей. Ну, слушай, это вполне доступный балл. Конечно, да. То есть то, что сейчас рассказывают, там, 9 и 10 баллов, я не знаю. Не-не, 9 для бухгалтеров. Австралийцы так не говорят. Ясно, окей. Хорошо. И почему вы выбрали именно Западную Австралию? Вы подавались на спонсор. Никакой романтики совершенно, да. Спонсорство давал Канбера. И Пирт дал первым свои два дополнительных балла. То есть я тогда вообще не понимала, что такое Пирт. Я там в книжке почитала, что это якобы город Женихов, как наш Иваново. Думаю, окей, едем. Вот, было жутко разочарованно, когда приехала. Но сейчас я понимаю, что я живу в лучшем городе мира. То есть вы подавались на спонсорство... Окей, чтобы я лучше сам понимал. То есть вы подавались на спонсорство штата Западная Австралия и АСТ. И Канбера. Астралия, как она называется? Короче, Capital Territory. Да. Вот. И Западная Австралия вперед дала спонсорство. И потом мы подались на... Как это называется? Skill Independent Visa. На 100... Это было все одновременно. То есть мы подавались на скилл. И дополнительно вот на спонсорство штата. Окей, и так вы оказались. Хорошо, ясно. И это был 2000, там, какой-то 12-й год. Начало 13-го года. Мы приехали, наверное, 23-го... Января? А, 25-го, день Австралии. День Австралии. Интересно, как. Мы тоже приехали. Только мы приехали 20-го. Мы 16-го числа приехали в Сидней. Здесь 5 дней провели. И 20-го и 21-го приехали туда. Вот. Такой знаменательный. Для Перта год был. Месяц, января. Да. Слушай, и окей. Хорошо. И расскажи тогда, как вообще, чем ты занималась в России? Давай тогда, мы так образовали немножко, как оказалось, в Австралии. Чем ты занималась в России, в Москве? Вот. Как ты стала парикмахером? Ну, уже в Москву я приехала уже парикмахером. Да, в Тамбове я получила образование изначально. Поехала в Москву для того, чтобы повышать квалификацию. Ну, пока я ее повышала. Я, соответственно, нашла подработку, друзей, интересы. Потом вернулась обратно к Стамбов. Поняла, что я не могу там жить. Ну, и уже окончательно приехала в Москву. Всю жизнь, с 16 лет я работаю парикмахером. И занимаюсь танцами. А танцами я занимаюсь еще раньше. Еще я работала в России в детском доме творчества. Хориографа. Хориографа. Вот. И когда я приехала сюда, соответственно, я ничего не меняла. У меня все пошло как по-старому. Мне в этом, я думаю, очень повезло, потому что очень многие переучивают. Так тяжело. Я ничего не меняла в своей жизни, кроме местоположения. У меня сейчас есть еще свой танцевальный коллектив «Овация». У меня танцуют русские женщины. Постепенно, да, да. Да. И парикмахерский бизнес. Работаю я на дому. Вот. Выходила работать в салон, но это невыгодно финансово. Если у тебя есть достаточно клиентов, то дома работать интереснее. А, то есть ты сама не снимаешь, да, в студию? И ты просто... Нет, у меня была единственная практика работать в салоне. При том, что... Ну, я туда даже не устраивалась, поэтому я не знаю, как бы легко ли устроиться. Но я думаю, можно. Меня пригласил знакомый моей клиентки, увидев ее стрижку. Я у них немножко поработала. Но поняла, что мне неудобно. И я теряю, реально прямо теряю, потому что я оставляю своих клиентов. Иду в салон и... В общем, теряю. Ясно. А дома ты работаешь за кэш или по ABN? ABN – это австралия бизнес-тамбур. Да, по ИП. Как зарегистрированные предпринимания? Да, у меня все зарегистрировано. Я зарегистрировался с самого первого дня. Есть у меня даже платежный терминал. Особенно сейчас актуально, когда кэш люди боятся брать в руки. Принимаю кредитки. Плачу налоги. Окей, то есть у тебя как бы all set, у тебя все нормально. Да, да, все хорошо, все официально, потому что, ну, на самом деле страшновато. Кэшновата, да, даже. То есть можно было бы работать и за кэш, но зачем? Ну что, а в какой... Мягкое такое налогообложение, ну, по крайней мере, при моих оборотах, да, если бы я заработала миллионы, конечно, налоги были бы жестокие. Но сейчас, то есть я могу списывать там с дохода все, что я трачу, да, там краски, шампуни, чай, кофе, которые пьют клиенты, бензинка, за которым там я езжу за краской. Поэтому нормально, почему бы и нет. Особенно, когда ты видишь, куда деваются твои деньги в государстве, то не жалко их платить. Слушай, Маша, а как ты вообще начинала? Не страшно тебе было австралийцев стричь, еще с австралийцев деньги брать? Страшно, конечно. Потому что только-только ты переехала вон. Очень страшно было. Вот особенно после российского бизнеса. Вот я когда работала в России, многие мастера всегда говорили, ой, девчонки, давайте там бросим хозяина, там откроем свой салон, снимем там что-то. Ну, как всегда, знаете, на дядю работать это что-то плохое. И я никогда так не думала, никогда не хотела свой бизнес в России. Потому что, допустим, санфидстанция, пожарники, налоговая, все, все от тебя ходят, там, не знаю, где-то еще и бандиты остались. И ты должен всем платить, и ты такой несчастный, владелец салона красоты, ты самый бедный человек в этом салоне. Да. Здесь гораздо проще с этим. Никто к тебе не ходит, никто тебя не проверяет. Ты один раз зарегистрировался нормально, и все. Ну, как бы, если ты платишь и делаешь все по правилам, то гораздо проще. Гораздо проще. Ясно. Слушай, у меня был сейчас вопрос, вылетел из головы. Ну, ладно. Страшно ли было австралийцев? Австралийцев было страшно, потому что мой английский ноль был тогда. Ага. Ну, приходили какие-то австралийцы в основном знакомые, там, ну, там, какая-нибудь там, чья-нибудь свекровь русской девушки. Еще там кто-то. То есть, вот прям посторонние заходят иногда, но редко. В основном по рекомендации. А когда по рекомендации человек идет, то он уже предупрежден, что у меня не очень хороший язык. Или там, что я работаю из дома, или там, не в супер-студии. Поэтому достаточно лоярные, все хорошо. Проблем не было ни разу с австралийцами. С русскими были. Вот, кстати, это все говорят об этом. И я много раз сталкивался, пытался работать с восточноевропейцами вообще. Кто там, как сказать, ex-communist countries. У меня всегда какие-то проблемы возникали вообще совершенно дебильные, откровенно говоря. Ну, глупости, да. То есть, прям серьезных проблем вроде, слава богу, не было. Может быть, я уже о них забыла. Но австралийцы менее требовательные. Потерянные и, может быть, более сдержанные, даже если им там что-то не понравилось. Но, в принципе, я не жалуюсь, потому что все-таки 99% моих клиентов русских. Они меня кормят, поют все эти 7 лет в Австралии. Я могу себя обеспечить, себя, своих детей, все благодаря нашим русским людям здесь. Ясно, окей. Хорошо. И какие планы у тебя в плане? Кстати, вот вопрос я вспомнил. Получала, обучалась ли ты местным каким-то курсом, сертификатом и что-то в таком духе? Я посещала несколько семинаров, но это исключительно для меня. Мой диплом, мои дипломы в России, они все котируются здесь. Никаких проблем не было. Рейхмахерские дипломы, да? Я просто все перевела и все, да. Могла работать. Класс, окей. Ясно. И какие у тебя планы по поводу своей этой... Кремесло, получается, у тебя? Да. Очень многие мои клиенты советуют мне открывать салон, например, ради учеников, еще чего-то. Я, на самом деле, долго от этого отказывалась, но вот перед коронавирусом хотела. Я думаю, да, да, все, наверное, пора. Надо пора развиваться, расти. Буду, наверное, искать аренду. Но тут случился карантин. И я поняла, как хорошо, что я не занялась салоном на сегодняшний день. Потому что сколько я сохранила нервов. Бедные предприниматели, то, что сейчас происходит в мире, мне хотя бы не надо платить аренду. Ни за что, ни за трудником, ничего. Я ничего не должна. Слава Богу. Поэтому вот эта ситуация тормознула мой рост с какой-то стороны. Ну, и с другой стороны, где-то обезопасен. Так, пока не знаю, что будет дальше. Сейчас посмотрим, как ситуация в мире будет. Слушай, Маша, а ты, поскольку работаешь из дома, ты же можешь, по идее, списывать аренду. Можно было списывать аренду. Аренду я имею в виду жилья. Да, можно было списывать одну комнату, плюс кусочек туалета. Списывала в свое время. Сейчас вот дом у нас в ипотеке, и списывать нельзя. Нельзя списывать в ипотеке. Даже если ты используешь как рабочий офис. Может быть, у меня не очень грамотный бухгалтер, я не знаю, но он мне этого не предлагал, и я, честно говоря, не делала этого. Вот в прошлом году, мы здесь живем второй год, вот сейчас в этом году будут подаваться. Я еще раз уточню, но не знаю. Окей, ясно, хорошо. Ну, коронавирус рано или поздно закончится. Закончится, может, там... На самом деле... Да, да. Ну, я не знаю, у меня нет прям такого... Такой великой амбиции, там, открыть суперсалон, потому что я много работала и в Москве, и здесь достаточно много работаю, почти каждый день. Мне бы хотелось все-таки с детьми время тоже проводить. А я понимаю, что если я открою сейчас бизнес, то я буду там жить день и ночь, я буду переживать. Я сейчас как бы порой спать спокойно не могу, у меня там сообщение в 12 в час приходит, и всем надо ответить. Ну, да, да. Ну, бизнес — это ответственность. У меня двое маленьких детей. Ну, не маленьких уже, но все-таки мне хочется побыть мамой тоже. Просто моя мама, например, она очень много работала, я скучала, и я не хочу, чтобы мои дети так же скучали по мне. Ну, да, это понятно. Конечно, бизнес — это вещь такая. Ты как бы фактически покупаешь себе рабочее место, когда открываешься в бизнесе. Да, да. И ты кругом всем должен, и сотрудникам, и клиентам. У меня пока нету эмоциональных резервов на это. Да, 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 кстати, одна из причин, почему я как бы до сих пор не открыл ни бар, ни кафе никакой, потому что ты подписываешься на 10 лет или около того на аренду. И там суммы такие просто большие. Вот на самом деле, да. То есть если бы у меня было свое помещение, то, наверное, я бы уже открыла. Аренда меня очень пугает. Ну, аренда, да. Аренда там по штуке баксов в неделю, наверное, многих пугает. Так есть еще такое, что, не знаю, знаешь ты, когда ты берешь на год аренду, например, в торговом центре там или где-то, они тебе назначают сумму как начинающему предпринимателю, а в следующем году они все повышают, еще повышают. И так каждый год. А, ну типа тебе нужно все быстрее и быстрее. Ты развиваешься, и ты должен, да, платить больше. Ну это как стимул, да. Окей, ну понятно. Слушай, а у тебя есть свой танцевальный коллектив «Овация», и вы там танцевали, насколько я помню, какие-то русско-народные танцы, восточные и еще много чего. Всякие разные. Кстати, и расскажи тогда сразу немножко про, вообще, чем живет русское сообщество в Перти. Вот наверняка многим будет интересно, потому что здесь Сиднее, оно достаточно мощное, старое там, я имею в виду, что много потоков, а в Перти оно достаточно молодое. И мне кажется. Вот если бы вы мне задали этот вопрос года-два, назад, я бы смогла, наверное, ответить гораздо больше, потому что я была свободнее во времени и больше посещала мероприятий. Вот. Но тем не менее, ладно. У нас есть клуб русской песни, это была бардовская песня, сейчас они уже тоже поют там все подряд, «Причал» называется. Я хожу туда, там мы тоже выступаем. Сейчас вот планируется мероприятие от нескольких коллективов русских, там кто поет, кто танцует, в конце августа. Но мероприятие, посвященное Дню Победы, так как вовремя его, ну оно уже было готово, но его не смогли произвести, поэтому в конце августа попробуем. Вот. Собираемся на чаепитие там, да, в Кингспарке, еще где-то. На самом деле, комьюнити, ну как-то разделено на несколько, что ли, подгрупп, по интересам. Или по симпатии. Слушай, ну у тебя... У нас есть мотогруппа русская, я в ней бываю. Какая? Мотогруппа. Мотогруппа, окей. Хорошо, давай расскажи про... Она маленькая, но... Ну, она есть. Я видел твои фотографии в Фейсбуке, мы с тобой законтачены там, и ты там что-то гоняешь, просто вообще, ух, я даже видел, может, мужчины так не гоняют на мотоциклах, как ты. Раньше гоняла, пока... Пока не упала как следует. Теперь езжу потихонечку, как бабуля. Оглядываюсь. Слушай, Маша, а еще я где-то видел, что... Я не знаю, насколько это актуально в Перте, но в Сиднее, по-моему, или Виктории, какой-то человек продает Уралы мотоциклы с коляской в Австралии, какой-то дистрибьютор мотоциклов. И, по-моему, они даже продаются в Перте. Может быть, я... Я видела как-то на фотках, вот ребята из нашей группы, по-моему, присылали, что-то такое, но... Никто не знает, кто продает, что просто встречали на улице. Ага. Ясно. Я просто подумала, это, наверное, такой лучший способ как бы для детей, только детей в коляску и с ума на мотоциклы и безопаснее. Ну, как вариант. Я катала сына. Здесь можно катать детей с 8 лет на пассажирском. Сзади, да. Да. Какое-то время он боялся, не хотел, потом вроде бы согласился. А сейчас вот он вроде бы вырос, действительно, можно катать, но он отказывается. Он предпочитает дёртбайк, который по лесам, по горам, но на дорогу он не очень. А дочка очень хочет. Я каталась беременная с таким приличным животом, когда была беременна ей. Да, кстати, я приехала в Австралию с одним ребёнком, второго я здесь уже родила. И, видимо, у неё вот это вот в крови, в голове. Она на баке там сидела, дрожала. И она очень любит кататься. Ну, нельзя её катать. То есть я её здесь вот в гараже дрын-дрын или вот тоже на дёртбайках, которые там на полях. Она отлично катается на квадрике. Ясно. Слушай, Маша, а ты говоришь, что у тебя английский. Ты как бы общаться можешь нормально? Ну, как нормально? Свободно можешь разговаривать? И мне интересно, как ты... Нет, свободно я не могу. Я говорю, как ребёнок. В кинде или при праймере. То есть они не поймут, что у меня болит, или я голодна, но что дальше? Окей, ясно. Я хотел спросить, вот ты переехала, ты сказала, что изначально тебе город не очень понравился. В какой момент ты поняла, что нормально жить можно? В какой период адаптации у тебя был? Ну, наверное, когда появились приятели, когда появились знакомые, как работа, ну, нормально всё стабилизировалось, как танцевальный коллектив. Ну, где-то года через три-четыре, наверное, я осталась чувствовать покомфортнее. Конечно, с английским было бы ещё лучше, но серьёзно, у меня вообще не хватает на него то ли мозгов, то ли времени. Ну, я целый день говорю на русском, и с семьёй, и с клиентами, и со всеми. Потом там тоже самое, веду там переписку, ещё что-то. И когда я уже вечером сажусь, у меня есть время на английском, у меня уже голова не соображает. Ну да, на английском надо говорить постоянно. Это, кстати, возвращаясь к теме о том, что когда переезжаешь в новую страну, многие русскоговорящие, они попадают в русское сообщество в надежде, что так легче будет закрепиться, адаптироваться и так далее. Но это ловушка, потому что разговариваешь только на русском языке. Да, да. Да, и... Ну, стыдно, на самом деле. Стыдно за это? Ну, почему стыдно? Ну, как есть, так есть. Что поделать? Ну, как бы семь лет в стране надо бы говорить хорошо, наверное, потому что я же не старенькая бабушка, которую там привезли, уже у неё памяти нету. Ну, может быть, когда-нибудь я заговорю. Ой, знаешь, Маша, я встречала таких людей, которые здесь 25 лет в Сидне живут, с 91-го года даже, и разговаривают на английском вообще, как будто бы и вчера приехали. Есть такие люди, но это неприметно для меня. Просто на данный момент в моей жизни, ну, и вот как бы за время вот этих вот семи лет, мне, ну, действительно, было необходимо работать. И я не могла там учиться фуллтайм, заниматься английским там или ещё что-то. То есть выбирая принять клиента и там заработать 200-300 долларов, либо уйти на полдня на английский, я выбирала клиента и денег. Ну, понятно. Да, да, я понимаю, у меня... Я тебя прекрасно понимаю, да. Может быть, если бы меня кто-то обеспечивал, я бы училась, не знаю. А может и нет. Может быть, я просто отмазываю. Ясно, окей. Значит, после четырёх лет тебе город начал нравиться. Потому что я как раз через четыре года, через три с половиной я уехал в Сидней. Но в Сидней мне так и не зашёл. Я здесь уже четвёртый год живу, и как-то всё равно некомфортно. Я была в Сидней пару раз, но мне тоже не понравилось. Ну, как бы, нет, съездить хорошо, но жить там нет, мне не захотелось. Вот, да, я так и говорю, что город, чтобы потусить, но потом обратно вернуться к себе домой, где там человек живёт. У меня, кстати, даже есть клиентки из Сидней, австралийки, девчонки и несколько русских. И вот, когда они приезжают по работе к родственникам, они стремятся и зовут меня. Приезжай, приезжай в Сидней к нам жить. Я так и думаю, блин, я приеду, даже если в Сидней. Вы ко мне по пробкам не доберётесь. Ну, да, да, здесь, конечно, тема такая. Не очень просто. Слушай, а что... У тебя есть вообще свободное время от твоей работы? Что ты делаешь? Ты гоняешь на мотоцикле, кстати. Да. Просто для удовольствия, когда в магазин или куда? В свободное время я катаюсь на мотоцикле. Нет, просто для удовольствия. Ну, что там в магазине, что там купишь на мотоцикле? Яблочко отмах. Ну, там в багажник какой-нибудь забросить. Нет, нет, я не такой байкер, который вот ездит, знаешь, по дорогам, с этими кофрами, там, с рюкзаками. Нет. Я катаюсь по дорожке, ля-ля-ля, смотрю на мужиков красивых. На море, на океан. Окей, нормально. Слушай, сколько у вас сейчас градусов в Перте? Сегодня 18 было. У меня, кстати, вот немножко такая обгорелая. Я попала сегодня на пляж. Рыбачили, ничего не поймали. Ясно. У нас где-то так, 15 градусов было, и к концу пошел дождь вообще. Такой мощнейший. Ну, сейчас начинаю уже так подмерзать, потому что уже стемнело, и, не знаю, может, градусов в 8. Я вот тоже вот сижу в этой безрукавке, потому что как бы холодно вообще. Вот, ну, ясно. Слушай, а в Австралии ты была еще? Ты сказала, что два раза была в Сидней, как переехала в Перт. Была ли ты еще где-то в Австралии? Ну, особенно... И вообще куда-нибудь ездила из Перта? Мы ездили до Албани. Это у нас, господи, что это? Юг. Юг Западной Австралии. Албани, да, это три часа на юг Австралии. Я, да, на север пока далеко не ездила. Ну, рядом Валентин, Пиннаклс, вот какие-то там достопримечательности, которые там два-три часа на машине туда ездили. Вот, покупала билеты недавно на большой барьерный риф. Но случился, опять же, карантин. А, это не полетело? Я не попала. Я еще не был на большом барьерном рифе тоже, да. Да вот и я тоже не была. Съездила из... Вообще из Перта, куда я ездила? В Россию езжу каждые полтора-два года. Один раз ездила в Таиланд и один раз на Бали. Все. Круто, я... У тебя все all set, Маша. Тебе английский не нужен. Почему? Я потому, что ты как бы all set, у тебя все устаканено. Потому что я за все время, как был вот здесь, в Австралии, я два раза летал на Бали и один раз на Гавайи. И все. Ммм, Гавайи тоже переслала. Я в России не был с тех пор, как я уехал оттуда в 2012 году. Поэтому там вообще, наверное, совсем другая страна уже. Все меняется. В Москве все меняется, все становится лучше и лучше, дороже и дороже, красивее. А вот в моем родном городе маленьком, там ничего не меняется. Там все, там в Тамбовской области еще там маленький городок. Там все очень плохо. Ну, я думаю, что в Иркутске тоже не особо поменялась ситуация. Слушай, ну, я так понимаю, что тебя ностальгия не мучает, да? Через полгода не хотелось вернуться, бросить все и вернуться. Нет, ну, через полгода я бы, конечно, хотела вернуться. И через год. Я когда приехала сюда, я поняла вообще, что такое Австралия, как она далеко. Потому что когда ты вот как-то со страны, так, ну, сутки там в дороге. Сутки лететь. А когда ты реально сутки в дороге, ты открываешь глаза в самолете. И вот эта вот картинка, да, показывает, что ты летишь над водой. Ты закрываешь глаза, открываешь глаза, ты все еще над водой. И вот так миллион раз. И я тут заревела. Думаю, боже, где я, где моя мама? И вообще, зачем я это сделала? И первый год я просыпалась в кошмарных снах. И я очень жалела о своем поступке. Но я не из тех людей, которые... Да. Просто я должна была сначала победить, а потом решить, если я захочу вернуться. Но когда я уже победила, устаканила здесь, смысл возвращаться не осталось. Хорошо. Слушай, Маша, а какая точка, вот какая точка была, после которой ты поняла, что все, у тебя все нормально, у тебя как бы прошел период ломки и пошел взлет какой-то. Или какая-то стабильность. Сказала, что 3-4 года. А какая-то была жизненная такая ситуация, что ли? Ну, вот нужно было стабилизироваться с работой, с клиентами, да, то есть начать зарабатывать не меньше, чем я зарабатывала в России, например. Ну, это вот мои такие личные нормативы для меня. Найти себе занятия по душе, то есть танцы, мотоциклы, найти людей, близких к тебе по духу. И тогда становится гораздо легче. А, окей. То есть такая как бы четкой точки не было, а просто... Ну, просто вот комфортно, сделать свою жизнь комфортной и приятной. Приятной. Ну да, кстати, это хорошая идея, потому что я тоже так думал, что когда переезжаешь куда-то, надо... Если ты добился того же уровня, который у тебя был до отъезда, то можно считать, что жизнь уже удалась. Да, это уже хорошо. Если ты добился выше-выше, это уже просто все как в шоколаде. Ну, я просто вот сейчас сравниваю, например. Нас очень ругали там родственники, очень расстраивались, там мамы все заболели, посидели, когда мы уехали. Ну, и вот мои родственники, они не понимали, как я могла уехать из Москвы, там у нас была своя квартира, машина, работа. Ну, вообще, вы что, все продали в Австралию? Какой-то нафиг Австралию, там ни в Европу, ни в Штаты, куда-то, че же знать, куда. Ну, я понимаю, что... Или вот многие говорят, ой, в Перце ничего нет. Но я себя здесь чувствую комфортно. То есть у меня есть время и на мотоцикл, и на детей, и на работу, и на коллектив. А в Москве бы у меня на это время не было. Я приезжала с работы, мой сын просто вот, он шатался, сидел, засыпал уже, лишь бы увидеть маму одним глазочком и вырубиться просто по пробкам, пока я вернусь. Я его не видела вообще. Ну, зачем? Ну, да. Слушай, ну, да, конечно, после Москвы Перд такой странный выбор, но у вас это спонсорство Штата было. Ну, мы не выбирали, да. Перд выбрал нас. Слушай, я хотел узнать, тебе как вообще Перд кажется? Потому что Перд, это известный факт, что это самый изолированный крупный мегаполис в мире. Как бы от него там везде далеко, по 2-3 тысячи километров. И плюс еще к этому там, плюс еще к этому там, как бы, лендскейп совершенно плоский, никаких гор нет, еще и сухо, никаких ни озер, ни рек. То есть там фактически нет ничего. Как ты вообще с этим? Вот моя подружка Даша, она была сейчас в эфире, я видела ее. Ей нравится фотографировать Перд и окрестности. Она видит в этом какую-то красоту. Я с ней не очень согласна. Мне нравится красота, которая, да, сделана руками там в парке городске. Мне нравится океан, очень замечательный океан. Но вот эта вот степь и пустыня, это жесть. Какая-то саванна какая-то, да. Просто ужас. Я-то, опять же, я думала, в Москве когда мы были, думала, ой, то ли мы получим визу, то ли не получим. Кто-то ее получает там, ну, это не мы, это вот там вот с соседней улицы дядя Васи уехал. И я, в общем-то, не подготовилась. Я не знала, что такое Перд вообще. Я просто посмотрела там в интернете, там, Брисбен, Дарвин, там, крокодилы, попугаи. И я ожидала, я ожидала такую красивую зеленую. Когда мы подлетали, и вот на самолете вот эта вот камера, которая показывает, что происходит внизу, степь. Мы летим, степь, степь, степь. Да-да-да. Я такая, поворачивай коней обратно. Вот. Но, допустим, по парикмахерским делам. Я вот сейчас весь карантин сидела и училась как умничка. Было очень много русских курсов в Инстаграм. И я столько знаний прямо почерпнула, как будто вообще колледжи закончила новую. Парикмахерство ты не жду, да? Да. Вот, очень много чего вспомнилось. Но дело в том, что продукты, о которых рассказывали вот на этих классах, в Перте нету 60% из того, что было показано и рассказано. То есть можно половину своих знаний просто... Шампуни там и так далее. Да, да, это всего. То же самое и про одежду, про еду, и про все. То, что мыло в Москве, и то, что в Перте, это просто печаль. Но зато у нас нет коронавируса. Слушай, а границы открыты в Западной Австралии? По Западной Австралии можно ездить везде. В другие штаты пока еще вроде бы нельзя. Но у нас все есть. Я как этот, батька, белорус. У нас все есть. Молоко есть, мясо есть, гриппа нет. Картошку только не выращивать нельзя выращивать. Да, но ничего страшного. Когда ты родитель, ты понимаешь, что это очень круто жить в Перте. Окей, это, короче, самая лучшая реклама Западной Австралии, Перта конкретно. Да. Слушай, Маша, а ты еще родителей не перевозила? Вообще не собираются переезжать или нет? Нет, у меня был один раз, гостила мама. Переезжать она не собирается. Но может быть, вот при последнем разговоре она сказала, что возможно. Но это очень маленький процент. Вот. А моя бывшая уже свекровь гостит каждый год. Ей не нравится. Ну, я не знаю, переедет она или нет. Ну, логичнее, наверное, было бы переводить, потому что у меня так бы есть сестра и племянница, там, есть с кем оставить родителей, вот, а свекровь одна, и он за ней присматривать на старый след будет некому. Поэтому надо будет, наверное. Окей, то есть ясно, этот вопрос еще не как бы отвратится. Ну, пока они еще у нас такие достаточно молодые, как бы самостоятельные, поэтому пока тишина. Тишина. Окей, ясно. Ну, ладно, а ты, слушай, кайтсерфингом не занималась вообще? Я боюсь воды. Боишься воды? Да. То есть я люблю купаться вот здесь возле бережочка. Плюх-плюх. И мне дует жуткий ветер. Вот что меня еще огорчало в Перце, очень ветрено. Ты не была еще в Окленде, Маша. Да, даже страшно поискать. Да, я представляю. Окей, слушай, Маша, а сколько, если не секрет, ну или как-то в общих чертах расскажи, сколько можно получать, как бы, работая в таком виде, как ты работаешь, допустим, на дому? И главное, у тебя, видимо, я так понимаю, в доме отдельная комната есть, где ты истежешь. Ну вот я сижу в своей комнатке, да. У меня почти закончилась краска за эту неделю. Вот тут картины у меня висят, там раковина в уголке стоит. А вот, может быть, не очень убрано, потому что я работала всю неделю, и не все идеально. То есть, окей, то есть, вы снимаете, вы купили дом, и у тебя отдельная комната под... Это первая комната при входе, да. То есть, заходишь, и первая комната сразу рабочая. А потом уже там гостиная и все с ним. Ясно. Можешь примерно сказать, сколько в год получается? Скажем, до налогов, если это не коммерческая тайна. До налогов. Ну, опять, смотрите, может быть, по-разному. Но так как у меня налоги уплачены, я могу сказать, что в прошлом году я сдала налогов 49 тысяч. 49 тысяч налогов? Да. Нет, с 49. Но это я не прям фулл-тайм работала. То есть, все зависит от тебя. Если у тебя больше занятость, больше клиентов, соответственно, ну, можно больше. То есть, в годы предыдущие, когда вот я прям рвалась, и нам нужно было покупать дом, то есть, можно было там 60, 60, 70 заплатить. Ну, и, соответственно, очень разные могут быть цифры, потому что вообще сколько ты берешь за свои услуги, и сколько у тебя клиентов. То есть, есть... Ну, я не дешево беру. Сколько ты берешь за одну стрижку мужскую, например? Ну, вот старые клиенты ходят пока еще по 100 долларов, новые уже по 50. По 50? Да. Ну, это ты хорошо берешь, потому что здесь... Да. Здесь на бонные 45 долларов, это я уже думаю, эти стрижки или не идти. Ну, мужчин мало, на самом деле. У меня клиентов, ну, не знаю, там, ну, считанное количество. В основном я работаю с женщинами. Комплекс в среднем, там, волосы по плечи, то, что сейчас модно, там, аэртач, балияж, стрижка, укладка и маска стоят 300 долларов в среднем. Ага, окей. И сколько, примерно, клиентов у тебя? То есть, чтобы оценить, как бы, насколько можно легко адаптироваться к парикмахеру, вот человек ими переезжая, допустим. Если ты говоришь, тем более, что парикмахер есть в списках на эмиграцию, то как можно быстро войти в эту колею? Можно войти по-разному. Я входила долго и медленно, и, допустим, до сих пор я не работаю, там, 6 дней в неделю полностью. Я сейчас где-то работаю 4 полных дня. Или там, у меня бывает и 6 дней, но по половинке, да? Все зависит от количества клиентов, там, какой сезон. Если бы, например, есть парикмахеры, которые делают гораздо дешевле, русские парикмахеры, которые делают гораздо дешевле, и я думаю, может, наверное, у них больше клиентов, но если складывать количество клиентов в цену и твое время, то я не вижу смысла делать дешевле в моем случае. Ну, плюс качество, там, продукты, которыми ты пользуешься. Я пользуюсь теми же продуктами, которыми я пользовалась в России, европейскими. Я не пользуюсь австралийскими практически, потому что они другого качества. Ну, неплохие, но я не хочу. Непривычные. Слушай, а где ты берешь продукты? Ты импортируешь или их можно как-то найти все-таки в верте? Нет, я импортирую только один продукт, который восстанавливает волосы из Америки, но это дорого получается, потому что очень большая доставка по стоимости и по времени. В основном я стараюсь покупать здесь, здесь есть профессиональный парикмахерский магазин, где есть европейские бренды, ну, я выбираю из наличия то, что есть, то, что нужно мне, то, с чем я знакома. А, то есть ты просто покупаешь у них какой-то балк? Да, ну, я боюсь покупать через интернет, потому что неизвестно, где это все плыло, ехало, замерзло или, наоборот, там, зажарилось где-то. Все-таки это для клиента. Одно дело для себя купить там, ну, испортился там, крем выкинул. А когда ты это клиенту на голову наносишь, как-то хочется, чтобы кто-то неосответственный за этот продукт все-таки. Слушай, Маша, а у тебя есть страховка бизнеса, там, public liability insurance, что-то такое? Страховка на усмотрение. Вот, честно, в этом году у меня не было страховки, но вот финансовый год закончился, наверное, на следующий год сделаю. Ну, она у меня то есть, то нет, она там заканчивается, ее можно продлевать. Это не обязательное условие, это желательное, если мы говорим о документах. Да, если клиент будет несчастлив, что там… Ну, понимаете, если клиент, допустим, несчастлив, да, на сумму 300 долларов, я ему ее возвращаю или переделываю. Ну, в общем, как-то этот вопрос решается. Либо я ему там половину не возвращаю, если он как-то чуть-чуть несчастлив. Но чаще всего мы все-таки договариваемся. И даже если я там оставляю клиента, ну, говорю, хорошо, не платите, если вы несчастны. Страховка стоит примерно те же самых денег в год, там 300-500 долларов, и эти там 300 долларов я могу вернуть клиенту, тоже на то же получается. Больше пострадает моя душа. Я очень расстраиваюсь, когда клиент несчастен. Ну да, это все вопросы… Ты уже знаешь, что отдельная тема – это вопрос всех этих экологичностей своей деятельности, там энергии, там, чтобы клиент стал счастлив. Да, экологичность, энергия. Ну и плюс, как бы, да, и в Москве, например, ну и в Перте, в салоне в этом плане работать проще, потому что, ну, ушел человек, ну не понравился, ну как бы ладно, в другой раз там другой придет. А так как я все-таки внутри комьюнити, меня знают практически все, у меня нет права на ошибку. Если я вдруг ее допустила, то мне нужно ее там справить любым путем. Слушай, а расскажи тогда еще немножко про комьюнити, насколько она там дружная или не очень дружная, как вообще происходит общение, какие-то мероприятия проходят ли в русском сообществе, кроме, я знаю, танцев, празднования этих праздников традиционных и бардовские песни. Ну, бывают, вот да, как бы девчонки там собираются, есть женская группа, просто собираются, ну, когда на пляже, там, когда в ресторане по-разному, есть украинская группа, казахская. Танцевальная группа ты имеешь в виду, да? Нет, нет, просто вот группа на фейсбуке и там люди общаются. То есть, ну, как бы, в основном все эти люди есть и в группе русскоязычных, плюс у них там еще, как бы, у каждого свои подгруппы есть. А ты между, это группа русскоговорящих в Перте, да, по-моему, она так называется? Русскоговорящие в Перте, русские женщины в Перте. Это все в Фейсбуке, да? Группа русский Перт, все это на Фейсбуке, да. Да, по-моему, она вот так называется, сейчас скинул как раз название. Окей, ясно. Встречаются, да, встречаются. Ну, вот я не знаю, я сейчас на все мероприятия не хожу. Вот недавно встречались русские на тему путешествий. Какая-то семья здесь застряла, они... А, это Кулачкова, я с ними делал эфир как раз не так давно. Вот, но я не попала на эту встречу. А так ходили люди, да. А, окей. Я сделал с ними эфир, ты можешь посмотреть у меня в IGTV, да. Я сделал с Мариной вообще классный совершенно эфир, мне очень понравилось. Отличная семья. Они же сейчас до сих пор еще в Западной Австралии. Как-то так и встречаемся. В русские школы ходим. Я вот в этом году ездила вожатый в русский лагерь. Было у нас, наверное, в районе 50 русских детей. Мы возили их в лес, там жили три дня. Очень весело, очень здорово было. Мне понравилось, я еще поехала бы. А, окей. Ну да, слушай, получается, да, ностальгия у тебя и быть, наверное, не может, да? Я скучаю по маме, по сестре, но все остальное у меня есть. Жаль, нет земляники и грибов. Ну да, там ни гор, ни болот нет, ничего, где может ягода расти. Это, кстати, да, такой фейл такой, конечно. Там классный в Перте солнечный, климат шикарный, но то, что полностью плоский лендскейп и сухой, главное. Ну вот в лес Мурди ездим и в Коломан. Вот тут, да, такой райончик с холмами, с горами. На восток. Это мы каждые, да, каждые осень мы туда едем. Я там собираю маслята, потом даже кормлю ими друзей. Они боятся, но едят. Какой-то такой анекдотик пройти еще. Она плакала, но ела. Так и мои друзья. Это между австралийских? Нет, русских. Русских, да? Да. Ну здесь тоже куча грибов растет в этих голубых горах, недалеко от Сидна, там часа полтора ехать. Ну ничего, все живы. Все живы. И есть еще Адриатик Патчерс, он, по-моему, называется. Но они не прям русские. То есть русские у нас вот девушка на фейсболке в группе торгует русскими продуктами из дома. Потому что там в гараже, по-моему, у них склад. Ну да, это Ольга ее зовут, по-моему, да? Господи, забыл. Светлана, Светлана Аганова. Светлана, да, да. Вот. Подкармливает как-то нас. Какую возможность. Ясно. На земляники, ты у нее. Слушай, меня, наверное, найти тебе отправить земляники. Пожалуйста. Мне кажется, все не идут. Хотя бы варенье. Мне кажется. Слушай, в Харрис Фарм, в этом магазине, где продаются все эти овощи, фрукты, там есть классное варенье. У вас же есть Харрис Фарм? Такой он модный, да? Дорогой, да? Да, да. Ну он такой, да. Есть один. Там есть варенье, продается всякое разное. И оно просто очень вкусное. Он по пути на Атенце как раз на Мае. Да, заеду, спасибо. Да, да. У нас буквально в двух шагах. Мы только там и таримся. Еще в Урсе иногда. Класс. Поэтому мы не испытываем проблем с этим. С земляникой. Ну, в русский магазин мы ходили. Я ходил, покупал пельмени первое время. Но потом как-то, мне кажется, русская кухня тяжелая очень. Особенно летом. Перевариваю. Ну, уже на самом деле некоторые вещи, да, не получается есть. Ну да, то есть физиологически не хочется. Привычки готовишь, а потом не доедаешь все это. Да, да, да. Это, видимо, из-за того, что климат такой более теплый. Наверное, да. Может, так. Ясно слушаю. Ты, кстати, говорила про Бали. Я вот когда ездил на Бали, когда летишь с Бали, там как бы остров зеленый, потом как бы голубизна океана. Да. А потом, бац, начинается такая желто-оранжевая пустыня. Так страшно, когда летишь, там вот эта вот красная земля вся разорванная просто. Жесть. Да, да, да. И, кстати, многие люди из Западной Австралии летают на Бали там просто как к себе на дачу. Да, на дачу. Там билет стоит порядка 130 долларов в оба конца или в один конец. Это очень дешево, короче говоря. Да. Ну, не знаю, у меня не было возможности прямо так часто есть. У меня видишь, что работаю, то дети, то развожусь, то замуж ухожу. Короче, один раз только съездил. Окей, ясно. Ну, ладно, у нас остается минут 10, наверное, если ты хочешь какие-то финальные комментарии сказать. Потому что у меня ситуация, в принципе, ясна, и мне кажется, ты вполне хорошо устроилась в Перти. И если ты сама на себя работаешь, то мечта многих. Ну, я тоже считаю, что я очень хорошо устроилась, потому что у меня везде баланс. Конечно, конечно, мне хочется зарабатывать больше. Ну, я иду к этому. Может быть, не так быстро. Наверное, мне бы было необходимо еще 5-10 клиентов в среднем. И тогда я была бы уже прям полностью занята, да. Ну, не знаю, на данный момент меня устраивает как бы процент затраченного мною времени. И то, что я имею в виду свободным. Окей, ну, то есть тебя все, в принципе, тебя устраивает все, да, и Австралия тебе, так понимаю, нравится. Когда человек все устраивает, он начинает деградировать. То есть я вот сейчас где-то на таком уровне, когда я достигла того, чего я хотела. И вот в этом году, наверное, мне пора ставить новые цели. Ну да, слушай, вот такой для получения. То есть я тики понаставила. То есть я что, сначала мне надо было просто как-то основаться. Потом мне нужно было там обеспечить себе там прожиточные минулицы. Потом мне нужна была там машина. Потом мне нужен был дом. Потом вот в этом году у меня был план отдохнуть. Съездить в отпуск, но не получилось. То есть, ну, заработать себе на отпуск. И, ну, действительно, отдохнуть, поменьше поработать, чем я занималась в этом году. И вот на следующий год, ну, да, наверное, пора уже наращиваться будет. То есть я вот этот год у меня был такой полуотпускной. Ясно. Мне кажется, в следующем году все ломанутся куда-то отдыхать. Ну, наверное. Наверное, только очень дорого все это будет. Даже страшно подумать. Ну, ясно. Ну, окей. Слушай, Маша, я этот эфир я сохраню. Я могу тебе скинуть ссылку на него, либо файл. Я тут смотрелась, видела на ютубе ссылку про Риту и рождение детей. Ага. Ну, если тебе нужен эфир, я могу тебе скинуть его. Давай, присылай. Потому что у меня есть приятели, у которых нет инстаграма. Они с удовольствием посмотрят. Ага, да, да, да. Вот, и потом большинство людей смотрят еще после, а после там. Ну, да. Потому что сейчас в Москве, получается, часа два-три дня. Вот. И ближе к вечеру. Ну что, можно ехать в Австралию. Конечно, можно ехать. С любой профессией. Если ты хочешь работать, не боишься, то можно устроиться. Есть люди, которые уехали, которым не понравилось. Ну, говорят, Австралию можно либо полюбить, либо забыть. О, нет, я без ума от Австралии. Мне всегда эта страна нравилась. Даже самые плохие темные время. Приезжай в Перд обратно. Я приехал, но я четвертый раз на пустое место не поеду. То есть, мне нравится вам что-то найти, какую-то работу еще, чтобы закрепить? Ну, с работы, да, не очень. У меня муж сейчас тоже в поисках, и он видит вакансии с вашего берега, а в Перде очень мало вакансий. Ну, да здесь, кстати, не так уж и много. Вот. Ну, ладно, Маша, тогда спасибо тебе за твое время. Я сохраню все. Спасибо за вашу заинтересованность. Если кому-то что-то казалось полезным, то я очень буду рада. Маша, пишите Маше. Мне кажется, Маша отличный пример вообще, как можно самому себя сделать. Да, не стесняйтесь. Задавайте вопросы и про танцы, и про стрижки. Я с удовольствием отвечу. Окей, ладно. Все, Маша, спасибо тебе большое. Пока. Давай. Всем до свидания. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok